Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, знаете, мы уже подготовлены к тому, что история нашей недельной главы Шлах и история с разведчиками, которая длится по сегодняшний день, она судьбоносная, поэтому надо в ней копнуть поглубже. Есть разные интерпретации того, что произошло. Ну, например, вот можно увидеть, говорят, на самом высоком уровне каббалисты отголоски конфликта между Йосифом и его братьями, где души десяти братьев реинкарнировались в десять разведчиков. Вообще, уйдаизм много раз повторяет, что все понять можно только с точки зрения перерождения человека. Человек пришел в этот мир, один раз они были разведчиками, второй раз там и так далее. Очень много, у нас есть книга, где можно все это рассказывать. Например, там, Йосиф. Йосиф, один из братьев. Потом реинкарнация его, это ученик Машарабейну, Йошуа бен-нун, который вел еврейский народ, и так далее, и тому подобное. Поэтому надо не зацикливаться на этой жизни, будет еще другая. И вот, смотрите, что произошло. Ведь в то же время вот эти десять братьев, которых вы вернитесь, в голове это очень важно. Страх разведчиков перед транзитом был вот этим вот духовным. Они хотели, вот смотришь, пустыня, тора от самого Машарабейну, еда ман, освещение от ангелов, там, обувь не ветшает, ничем не болели. Коммунизм высочайший, еще и шара такая, ничего не работаешь, ничего. Ну, потрясающая жизнь, духовная очень. И тут земля Израиля, где надо, ман не падает, надо пахать, хлеба нет и так далее. Вот где была проблема, вот где была ошибка. В отличие от других ключевых ошибок, которые описывает Тора, там, Адам, Ева, Вавилонская башня, Золотой Телец и так далее, ошибка разведчика имеет непосредственное отношение к нам. И вот поэтому от того, насколько мы поймем ее, написали мудрецы, что если мы поймем суть событий, очень многое будет от этого зависеть. Исследовал-то Раф Винстон, он написал, что окончание истории будет зеркальным отражением того, что было в начале. 210 лет египетского рабства, он сказал, из начала истории превратятся в 210 лет оживлений мертвых. Но самое интересное заключается в том, что так же, как после периода из исхода из Египта было 40 лет странствий, вот так называется это Кибус-Галует, то период оживления мертвых тоже будет предшествовать вот этому возвращению еврейского народа с земли Израиля. Так было написано много-много тысяч лет назад. Быстро расскажу арифметику. Первый, вот этот этап, который разбирается, 6 тысяч лет развития человечества, истории 210 лет оживления мертвых, отнимаем 40 лет Кибус-Галует, это того, 5750 год, в переводе на Григорианский календарь это 1990 год. Итак, говорила она много тысяч лет Каббала, что в 90-м году начнется, вот процесс, что началось, многие знают, что началась русская массовая, русская алия, но это частный случай. Важно другое, с 90-го года у евреев, проживающих в разных странах мира, нет физических преград для переезда в Израиль. Вот отсутствие физических преград не означает, что их не существует. Аризаль говорил, что души поколения, вот послушавшего разведчиков, и выброшу жизнь в пустыне, в том числе в пустыне среди народов, вместо жизни в Израиле, снова родятся вот в это последнее поколение, чтобы иметь возможность выбрать правильно, исправить ошибку разведчиков, вернуться в Израиль. Да, вот так написано, я тут ни при чем. И вот написано больше, написано, что в Каббале, что если в дни Эзры все пошли стеной, вернулись бы в Израиль, они вот эти несчастные несколько десятков тысяч, то никогда бы уже не подвержена будет Лену. И так произошло. Написано, что в Бавеле они тогда нашли хорошую жизнь, она дотекла молоком и медом, она была вообще такая земля, и остались там все. Они остались там, и написано, это отодвинуло шхину от второго храма. То есть второй храм уже не был такой сильный. То есть люди сами выбирают свою судьбу. Они могли вместе вернуться в Израиль, мы бы имели и храм, и третий, и все остальное. И сегодня написано, еще раз повторяю, мы поколение пустыни. Мы вернулись сюда, на эту землю. И сегодня вот в наше время много возражений для переезда в Израиль из Америки, Канады, Германии, там еще откуда там. И сводится к тому, что вне земли Израиля, по чисто финансовым причинам, тору учить легче и безопаснее вне границы Израиля. Важно отметить, что разведчики, мотивируя свое нежелание входа в Израиль, они то же самое говорили. Они говорили о материальном положении и физической опасности. И вот это вот алья, переезд в Израиль, оно зависит от многих факторов. Каждое решение, конечно, все принимаются с учетом определенных обстоятельств. Но, несмотря на все реальные сложившиеся ситуации, когда с одной стороны нет физических преград для возвращения, а с другой стороны есть масса легитимных вот этих вот возражений, вот именно теперь в этой ситуации у людей есть возможность реализовать свободу выбора и исправить ошибку разведчиков. И тогда мир пойдет другим путем. В это должен думаться абсолютно каждый, который не живет еще в земле Израиля. Брахава Ацаха.